Биография Энгеля Наваповича Фатахова, инженера-механика по специальности и администратора по призванию, содержит два эпизода педагогического стажа – преподавателя кафедры сельхозмашин профильного вуза и министра образования Республики Татарстан. Около 20 лет административной работы в ранге чиновника районного масштаба, в позиции не ниже первого зама главы. Знаменательный виток карьеры Энгеля Фатахова – назначение на пост министра образования Татарстана в октябре 2012 года, по совпадению в День Учителя. 5 октября день вступления в должность отмечается масштабно из года в год и становится своего рода Днем Поддержки Учителя. Количество педагогов-грантополучателей растет из года в год. Именно при нем очень масштабно отмечался день, Республиканский праздник День Учителя. Он стремился всех учителей объять и обязательно поднять престиж учительской профессии. И ежегодно, например, в 2014 году в баскет-холле у нас было 3,5 тысячи лучших учителей со всех уголков Республики Татарстан. В бытность Энгеля Фатахова министром сохраняется положительная динамика результатов ЕГЭ. Неизменное попадание школьников Татарстана в число лидеров всероссийских конкурсов, в первую тройку победителей предметных олимпиад. В рамках программы модернизации республиканской системы дошкольного образования строятся и ремонтируются детские сады. По программе капремонта обновляются школы. Некоторые здания удостаиваются такой чести впервые с момента строительства. Примечательное событие, что можно также отнести в актив министру, победителем всероссийского конкурса «Учитель года» в 2014 году, становится преподаватель биологии из Нурладской школы Алла Николаевна Головенькина. Директора школ Татарстана от года в год входят в тройку сильнейших на всероссийском конкурсе. Энгель Навапович выполнил эту стратегию, все ее направления реализовал в полной мере, насколько было в его силах. В это время были организованы ресурсные центры и, собственно, было уделено большое внимание развитию учительского потенциала. Энгель Навапович в кресле министра методично ведет борьбу с поборами в школах и детских садах, для чего создается горячая линия по жалобам, проводятся проверки. Особенную принципиальность и жесткость министр Фаттахов проявил в реализации концепции преподавания татарского языка и литературы. Ему досталась роль критика федеральных образовательных стандартов, которые, по мнению Энгеля Фаттахова, требовали доработки с учетом национальных, региональных особенностей. Особой его, конечно, фишкой было национальное образование. Он очень много внимания уделял именно действительно тому, чтобы сохранить татарский язык, татарскую культуру, идентичность, чтобы двуязычий, полилингвальность и действительно и в детских садах, то есть в дошкольном образовании, чтобы детки знали татарский язык, русский язык. По факту вышло с точностью до наоборот. Стандарты образования остались неизыблемыми, а вот с должностью министра Энгелю Наваповичу пришлось распрощаться. Так или иначе, Рафису Бурганову достается горячее кресло министра образования в непростой период. Впереди ответственное событие чемпионат рабочих профессий WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году, да и задачу сохранения национального государственного языка и улучшения методики его преподавания никто не отменял. Та ситуация, которая сложилась, мы понимаем, что к министерству образования Республики Тарстан к нему будет не то, что там двойное внимание, в 10 раз больше будет внимания к любым шагам, любым действиям, причем со всех сторон. Мы берем здесь и органы власти разного уровня, и общественность. Поэтому, конечно, работа Рафиса Тимирхановича в этих условиях не будет простой уже априори. Старо как мир. Представление о том, что роль хорошего учителя в системе образования трудно переоценить. Поэтому, прежде всего, я продолжила линию развития педагогического потенциала системы образования Республики Тарстан. И в этом, мне кажется, что Рафиса Тимирхановича следует искать поддержки в Казанском федеральном университете. Мне кажется, новому министру, который сейчас вот пришел, нужно обратить внимание именно на университет, который готовит для нас кадры. Будут хорошие кадры, и в каждой школе будет работать значительно легче. Вот это основа основ. Ренат Ахмедзианов, Андрей Мохов, Роман Безменов и Хамид Шамсеев. Семь дней.